Привет дорогие друзья, наткнулся на очень интересный уникальный сервер World of Warcraft Classic, на котором отсутствует разделение на классы. На этом сервере игрок сам выбирает себе способности и выстраивает свой класс абсолютно разнообразно. В данный момент на сервере играет уже более тысячи человек. Ну а как подключиться к серверу вы можете найти в группу ВКонтакте. Здесь есть полное руководство, вам нужен клиент от Личкинга 335А. Вы скачаете нужные файлики, экзешный файл, который меняет реалмлист для сервера, и наслаждаетесь игрой. Все ссылочки на сервер и группу ВКонтакте в описании. Привет дорогие друзья, дару пожаловать на мой канал. И сегодня у меня есть еще одна порция очередного добра из нашего любимого Макдональдса. Так что друзья, обжор, усаживайтесь поудобней, всем приятного просмотра. Запаститесь хавчиком каким-нибудь уютным, чаю себе заварите, что-нибудь сделайте креативное. А сегодня у меня ролл. Так, ролл свежеприготовленный, вот что я люблю. Пакет, палкетки должны быть. Так, ну что, ролл. По-моему я уже делал обжор на ролл, был какой-то цезарь, еще что-то там. Роллы прикольная вещь, относятся к спортивному питанию, как я уже говорил. Все кишавухи, пиццы, это все спортивное питание, натуропродукт. Там есть и углеводы, есть белки и клетчатка. Ну что, давайте посмотрим гайд, как открывать. Посередине вот эту ленточку мы ее убираем. Также тут нарисованы всякие ингриды, что есть, лаваш, какая-то доска разделочная, пшеница, фартук. Ой, не фартук, а поварский колпак, помидоры. Мука, короче, всякая фигня. Так, ну такой кусок добротный. Как его тут хавать? Надо было тарелку взять, блин. Немножко подостыл. Вот фишка Макдональдса, все-таки надо хавать это все в свежем варианте. Мне даже прошаренные люди говорили, что срок годности у того же чизбюргера, ну там буквально, ну, 10 минут что ли. Так, давайте зазырим. Это, кстати, с креветками. Вот я никогда не ел, я никогда не ел макдональдские морские продукты. Вот креветку мы отдельно заценим. Ну, такая вот крючковатообразная фигня у нас. Давайте разделаем вот этот, я не знаю, как они, орехи там, на пылку эту. Не начинку, а сам панцирь. Так, сам панцирь вот этот вкусный. Я не знаю, как это называется грамотно. Какой термин несет в себе вот эта вот корка. Так, а вот и сама креветка. Ну, такая она бледная-бледная креветка, как будто своей смертью умерла. Сейчас мы заценим, как что. Ну, прикольно, прикольно. Я, честно, хочу попробовать креветку. Вы знаете, я когда видел в меню в Макдаке, что всякие там креветки есть, какая-то фишбургеры, ну, такое, немножко, ну, не было желания попробовать. А сейчас вот что-то решил. И попробуем вот креветку. Так, я ее очистил вот этой всей мешкары. Попробуем. Ну, неплохо. Кстати, нормально. Нормальная тема, есть можно, но все-таки, не знаю. Для меня морепродукты, я как-то, можно сказать, немножко брезгую. Ну, какие-то вот та же креветка, вроде как тема нормальная. И морепродукты богаты белком. Но все-таки чуть-чуть я брезгую. Для меня это, знаете, ну, как таракана сажать, что-то такое. Не знаю, почему. Я больше привык к курице. Курицу я люблю. И каждый день ем куриную грудку целую. Ну, опять же, я понимаю, что морепродукты, эта тема классная. Опять же, в этих всяких устрицах, кальмарах, креветках белка, в принципе, богата. Но как-то не лежит душа, не знаю. Но эта вещь, в принципе, неплохая. Заценим лаваш. Ну, еще раз повторюсь, немножко остыло вот это явство. Поэтому лаваш, он такой, немножко как резина стал. Ну, а в целом неплохо. Вы можете зайти по ссылочке, что будет под видосом, в плейлист обжоров. Там я обозревал цезарь ролл. Вот вроде вещь хорошая, насколько я помню. Ну, в принципе, неплохо, неплохо. Единственное, пацаны... Я так название не помню наизусть, но в описании видео вы прочитаете, что к чему. Там какое-то модное название. Так что ладно. Просто ролл с креветками. Так, вторая креветка. Ну, нормально. Как бы есть можно. Если вы пацанчик на массе, то можете реально в Макдональдс быть частым посетителем. И признаюсь, в последнее время я начал часто ходить в Макдак. И у меня пошла расти масса. Недавно я взвешился. Я сейчас вешу 95 килограмм. При росте метр девяносто. Мало-мало, я знаю. Хочу больше. Вообще, хочу достичь трехзначного веса. Ну, сотку, сто десять хотя бы. Это минимум сухим. Было бы здорово. Самое многое я весил это 96. 96 килограмм. Меня ребята спрашивали, как набрать массу. Да на самом деле, массу как набрать? Жрать надо. Тупо надо много жрать, заниматься на железе, стараться поменьше нервничать, меньше двигаться. Ну как? Допустим, если у вас будет выбор пройтись пешком либо подъехать, конечно, лучше подъехать. То есть, меньше тратить энергии. Побольше сладкого жрать. Потому что масса, скажем, качественную массу без формы вы не получите. А масса набирается все время с жиром, с говном, с водой. Так что, друзья, таковы правила этого сурового мира. Так что, жрите, жрите, да и все. Будет вам счастье. Каши, яйца, мясо, говнище из Макдока. Макдока тоже пойдет. А вы знаете, вкусная вещь. Хоть чуть-чуть и остыла, но вещь очень классная. Да, да, достойно, реально достойно. Майонезик тут, майонезик на массу. О! И по цене, блин, я не помню, рублей 6 белорусских, по-моему, может 7, я не помню. Но вещь достойная. Опять же, в этой лаваше закручено все это дело равномерно, так что можно хавать. В машине можно хавать, есть салфеточки, и дальше поехал по делам. Или после тренировки. Да, еда хорошая. Креветки. Креветки я очень редко ем. Очень. А вот кальмар прикольный. Единственное, кальмара, у нее запах какой-то такой стрёмный. Ну все, самое вкусное соус. А вот как раз на самом дне лежала креветка. Капуста здесь. Соус вкусный, немножко остренький. Что за вон-то? Ну тут не написано даже состав, походу. Состав надо там на сайте смотреть, в меню, на вывесках. Неплохо, неплохо. Свежие приготовленные. Так что, друзья, нормально покушали. Мне понравилась, реально понравилась вещь эта. Все. Блин, насвинячил, как последний свин. Но ничего страшного. Так, все. Мусорок мы вот так делаем грамотно. Это вот так. Все, друзья, было круто. А я почему бы такой второй заточил? Только запивать надо каким-то сачком или колой. Все, друзья, всем спасибо за внимание. Питайтесь, набирайте массу, становитесь крутыми чуваками, не будьте бомжами и говнарями. Кто не подписался, подписывайтесь быстро на канал. Кто не зарегистрировался на YouTube, зарегистрируйтесь, создайте аккаунт и подписывайтесь на мой канал. Хотите больше обзоров, все ссылочки в описании. С вами был Женек. Латарагар, победа или смерть? До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова